МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студентка Белорусского державного университета транспорта перемогла в областном этапе конкурса «Студент года». А зараз об этом и иншим больше подробно. Эффективность выкористания земли фермерами, не працующие системы отепления в жилых домах, порушение санитарных норм в крамах. Старшиня Булаканка Магинац Соловей провел сегодня промоу телефонную линию. За три годины до его звернулись 38 человек. Наши корреспонденты с подробностями. С уликом наявности социальной дистанции перед подшатком работы журналисты звертаются до старшиней Абулаканкама с просьбой снять маску для проведения видео и фото с дымок. Геннадь Соловей погоджается. Что тышится непосредственно промой телефонной линии, то первый звонок гушить уже ровно у 9 годин ранец. Фермер с Будокошелевского района просит выделить ему додатковую землю для ведения сельскохосподаршей вытворчасти. Вырошить это пытание на узровне мясцовых органов улады не отрымливается. Губернатор обещает дать отказ праз месяц. Такий термин необходим для того, как провести у районе монитор ситуации с выкористанием земли фермерами. Некоторые не спешаются убирать уроджай. Нехто в оголе сдае выделенное для ведения вытворчасти в угодзе у аренду. У нас будет собрание со всеми фермерами после 20 декабря. И мы с вами разберемся, кто что хочет, какие сараи и что какие бизнесы хочет вести. Я вообще с бизнесом Будокошелевским и фермерским разберусь. Я вас услышал. Некольких из воротов тычутся проблемы, которые иснуют помеж суседями. Недя не могут поделить замельные ушастки. Нехто просит снести по будову, узведенную незаконно. По завагой не застаётся ни одна просьба. Вырошать пытания будут керовники мясцовых органов улады и отповедных службов. Жихар в улице Головацкого с Гомеля скарзится на великую колькость бездомных собак, которые створяют реальную погрозу для людей. У Жихара в улице Ирынинской областного центра уже больше за тыдень укватывания маятепления. А с вороты до коммунальников застаются по сутности без реагования. С сантехником с ихним лазил, сливал воду, чтобы воздух вышел со всех батареек. Лили долго, минут 30. Ну, пришёл, вроде потеплели. А ночью обратно, всё холодные. Я пошёл к товарищу ночевать, да и всё. Отповедные дорушения даются одразу после звороту. Яшет до закончения промой телефонной линии. Забовязковость провоздачей старшине Аблу-Канкама о принятых мерах. Бездомные собаки бегают. И не могут решить вопрос вашей там по месяцу начинать вознюю эту. Сегодня, чтобы собак не было. Пускай себе до дома забирают. Потом по улице Ирынинской, дом 25, уже у 4-я, у Сафронова не греется отопление. И уже с 4 ноябра ваши не могут никакой службы справиться. Поэтому дайте поручение и потом мне сегодня после обеда перезвоните. Жихарка с улицы Перамоги скарзится на работу крамы мясных продуктов. Перелешение проблем, которые створает этот магазин, займает некольких вилин. Не приточно вытяжной вентиляции нет. Нет шумоизоляции нет у магазина. Нет мойки. Постоянная водница этого мяса в доме стала стоять. Сейчас начали засыпать туда какую-то отдушку или что. Будет астма у людей. И он же по БТИ давался как под непродовольственные товары. Разбирайтесь, что вы выезжали. Зайдите туда коржа и принимайте. Там много вопросов, которые сегодняшний день. И про точно вытяжной вентиляции нет. Шум в ночное время. Я понимаю, прибыльное место. Разбирайтесь, понедельник доложите. И пытание, которое сегодня закранная у всех без выключения. На этом тыдне грошением облаканкама на Гомишине уведенный масочный режим. Те будут штрафовать людей при невыкористании масок и еде можно ознайомиться с решением. Старшиня облаканкама заполнивая. Это упершую шаргу рекомендация и заклик поклопотиться об здоровье. Штрафов никому у нас в области не применяется. Документом я где могу ознакомить? На сайте областполкома. Мы разместим. Это рекомендационный характер. Просто мы должны беспокоиться о своих родных и близких. Можем про себя не, а про своих родных должны беспокоиться. И в протяг темы боротьбы с коронавирусом. Пытание, якое хвалюе шматкаго. А процовка подъезда у жилых домов дезинфицирующими сродками. Обрабатываем первый этаж и лифты. Вот на каждую задачу мы еще не ставим. Только первый этаж и лифты. Потому что до верха мы все-то не сможем пройти. Не успеем просто. Олег Сенцюров, Сергей Краснобород, Валера Игапанько. Телерадо и компания ГУНЫ. Завтра в Беларуси будет означаться День работников сельской господарки и перепроцовшей промысловости агропромыслового комплекса. На Гомельшине в этой голене зараз працуют около 70 тысяч человек. И у протяг тема некольки лижбов, продоставленных министерством сельской господарки. Подаденных на сене с уликом кукурузы в регионе намолочено больше 1 миллион 125 тысяч тонн сборжа. Это значительно больше леташнего, при том, что уборка еще протягивается. Напереды Дни Свята наши корреспонденты наведали одну из лучших господарок Житковицкого района. Надея Купрацевича, терратором машинного доения, працуя уже 16 годов. Кажет, что работа ее и вельми подобается, да и график сручный. Застоится час и для семьи, и на приватную господарку. Головный секрет працованных поспехов – любовь доживел. Некоторые, как говорится, строптивые, на такие особые подходы. Ну, это животное, тоже живое существо. Они же тоже все понимают, как и люди, хоть они не умеют разговаривать. На дверях у всех фермы молочно-товарного комплекса Морохарова один и той же надпис. Крышать и бить живелу категорично забороняется. Это не просто заклик. Обовязковое потребование – это у всех работников. У господарцы пирокананы только так можно досягнуть высоких покажиков. 90% молока с этого комплекса реализуется гатунком «Экстра». Это напрямую отбивается на зарплате оператору машинного доения. Зараз она складает от 1300 до 1500 рублей. Оператору машинного доения подобрала, что мне с ними не приходится ни свариться, ни ругаться. Что сказано, все сделано. Каждая доярка соблюдает свой распорядок рабочего дня, технологии доения коров и так далее. Сегодня акционерное товарство «Проозерская Агра» угоходить у состав унитарных предприемств «Молочная правда». На Гомельшине это достаточно распространенная практика. Свои сельскохозяйственные предприемства имеют, например, «Беларусьнафта» и «Гомельский химический завод». Это позволяет укладывать в сельскую господарку больше значные инвестиции и отримывать больше высокие объемы продукции. Предприятие данное работает с прибылью, в растеневодстве добились определенных результатов, в животноводстве на достаточно высоком уровне. В этом году большой объем кормов заготовили, травянистые кукурузы. Сейчас ведется в хозяйстве уборка кукурузы на зерно, что из-за того, что бедная почва именно для этой культуры уделили здесь самой большой площади. Средняя зарплата у прозерским агропа в вынниках 10 месяцев этого года склала 1170 рублей. У механизаторов на 500 рублей больше. Заразены занятые на уборце кукурузы, у раджа, якой будет больше леташнего. Сегодня на палетках просует пять комбайнов, с понеделка их колькость повеличится у двоя. Необходно и оптимальные термины вытрумать, и якосносение забеспечить. У дирекций господарки обещают, праца механизаторов будет оценена отповедным чином. Як дарыши и у всех остальных работников. Коли есть выник, то и зарплата повинна быть отповедной. Позиция наша такова, что если человек работает, то должен получать достойнейшую зарплату. И на это мы денег не жалеем. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. С профессийным святом супрацовников сельской господарки и перепрацовшей промысловости повеньшовал старшиня Былвы Конкама, Енат Соловей. Уважаемые друзья, мы сегодня находимся в преддверии замечательного праздника Дня работника сельскохозяйства, перерабатывающего промышленности. Я искренне вас поздравляю таким замечательным днем, потому что сельскохозяйство для нас важно в том плане, что сегодня мы обеспечим продовольственную безопасность не только нашей регионе, но и целом страны. Текущий год для наших аграрив сложился благоприятным. Мы достигли определенных результатов растеневодства, смогли получить около миллиона тонн зерна. И сегодня приходим к тому времени, когда завершаем все наши полевые работы. Осталось немножко убрать кукурузы, мы намолчим более 230 тысяч тонн. Это даст возможность обеспечить наше животноводство. Уважаемые друзья, я искренне вас поздравляю с замечательным праздником, пожелаю всего самого лучшего, берегите себя и будьте здоровы. Одна из головных проблем, что выкликая коронавирус, ускладнение в выгляде пневмонии. Запаление легких, хвороба и окон не проходят бесследно. Под шаз другой хвали COVID-19 особливо важно памятать про это и берегши свое здоровье. Об захворывании на пневмонии в регионе рассказала головный позаштатный пульмонолог Галунного управления ховы здоровья Гомельского облвыконкама Татьяна Шебушева. Как и во всей республике, во всем мире у нас отмечается значительный рост заболеваемости, подъем. На сегодняшний день, в принципе, мы еще пика пока не достигли. Рост продолжается, поэтому очень бы хотелось, чтобы в этот период как раз помогли, справлялись не только медики, работали, но и сами люди помогли себе и нам, чтобы облегчить эту ситуацию. У нас уже многое сделано, кроме того, что работают стационары, все перепрофилированы, введен масочный режим, что очень важно, тем не менее, иногда все-таки замечаю, что не все это соблюдают, хотя, наверное, людей это или не коснулось, или они уже от этого, как бы к этому относятся очень легко. Однако, если посмотреть стационары, увидеть, какие пациенты сейчас достаточно сложные идут, тяжелые, то хотелось бы, чтобы все-таки режим этот соблюдался строго. Вот здесь ничего сложного нет, потому что сразу же уменьшается нагрузка вирусная, и, естественно, заболевание будет протекать легче. И нам будет легче, и пациентам будет легче. Но это основное, что нам бы хотелось, для того, чтобы мы уменьшили, по крайней мере, рост этой заболеваемости на сегодняшний день. Профилактические рекомендации остаются прежними? Да, профилактические рекомендации все те же. Это соблюдение масочного режима, это обработка рук, это соблюдение личной гигиены, это дистанция, которую мы должны соблюдать, но для того, чтобы как можно меньше было последствий у нас. В количественном плане коронавирусных пневмоний больше, чем пневмоний, вызванных другими причинами? Да. Если на сегодня у нас более трех тысяч пневмоний всего, из них 2442 на сегодняшний день – это коронавирусные пневмонии. И рост продолжается, с учетом того, что увеличивается заболеваемость, увеличивается и количество, и доля коронавирусных пневмоний, и в разряде общих пневмоний. Это обычно так всегда бывает в эпидсезонах. Спасибо за информацию. Продукты, харшавание и леки с доставкой на дом. Коля 20 тысяч пожилых грамотян отрымливают социальную допомогу у Гомельска в области. Доставочка, Тамара Ивановна. Размова идеи про одиноких пенсионеру и тех, кто мая потребу в постоянном догляде. Молочные продукты, хлеб, городнина, заявки формуются раницей. Социальные работники прошли инструктаж, пересовываются невеликими группами. Послуга запотребована не только у областных центров, а и в районах. В период пандемии пожилые люди оказались в группе «Рызыки». Им настойливо рекомендуют не выходить с дому без острой необходности. Я одна. У меня никого нету близких. Картошки, лук, что-нибудь такое. Я не тоннами, не мешками, а по весу, сколько положено, мне всегда приносят. Ни в чем никогда не отказали. В районе, что дня с 9 до 18 годин, включающие выходные и святошные дни, працуются телефоны гаража линий социальных служб. Номеры, куда можно звернуться по допомогу, размешаны на сайтах выконкамов и сельсоветов. Заявочки поступают практически ежедневно. Реагируем мы на них моментально. В течение двух часов буквально происходит доставка. Стать прикметным. Инспекторы ДАИ провели рейд, накерованный на популяризацию выкористания светлоотбивальных элементов у темных шассуток. За 10 месяцев бягучая года здействовано АМАЛ-120 ДТЗ за делом пешеходов, у которых 16 человек загинули и 111 отримали травмы разной ступени тяжкости. Частей за все наезды отбываются в темный час суток. Сгодно статисты, ЦАМАЛЬ у 60% выпадков. У рамках рейда супрацовники ДАИ провели отпрацовку наибольшеваренных и небеспечных загородных аутодорог Гомельского района. С удельниками дорожного руху проводилась отлумачальная работа об необходности выконания потребований управилов дорожного руху и выкористания светлоотбивальных элементов. До речи, подчас рейда инспекторы уручали фликеры пешеходам и велосипедистам. Очень важно, чтобы сами уязвимые участники дорожного движения понимали, насколько важно, чтобы их водители заблаговременно имели возможность увидеть. То есть увидели, приостановили свое транспортное средство, в случае необходимости даже остановили его. Поэтому госавтоинспекция в очередной раз напоминает о том, что в темное время суток уязвимые участники дорожного движения должны быть обозначены. И обозначены так, чтобы они были заметны другим. Белорусский Державный университет транспорта святку и перемогу. Его студентка Дария Гялец перемогла в областном этапе конкурса «Студент года». Проведение форума организовал Гомельский областный комитет Белорусского республиканского союза молоди. За пригожим и ярким творчим споборництвом, которое прошло на сцене городского центра культуры, назирала Марина Северянова. До начала конкурсной программы по годинной группе поддержки раз за разом проханяются элементы номеров, удельники, как это совершенно бывает, хваливаются. С восьми обернуть только одного. Мы погуторили с юноками-девчатами, подтекавились их настроем. В таком масштабном конкурсе я участвую первый раз. Очень волнительно, потому что я представляю весь университет. И очень почетно, потому что именно меня выбрали представлять этот университет. Очень интересно, чем закончится все сегодня. Волнение, разумеется, присутствует, но я стараюсь справляться, так это уже не в первый раз, когда я где-то участвую. Расскажите, пожалуйста, как вы попали на этот конкурс? В университете проходил конкурс «Студент года». Я изъявил желание поучаствовать, и получилось так, что я выиграл его. Ковысти на сцену конкурсантам треба было выконать пять заданий. У ритме студентского життя – это самопрезентация, о которой у дельники цикавы, динамичны и ярко рассказывают об себе. Другий выход – интеллектуальное споборничество. Назва конкурсу «Молодь крыница творших идей» говорит сама за собой. Еще треба было подрихтовать видеоролик «Я студент». Его переможцы вызначаются шляхом глядацкого онлайн-голосования у группе «Молодь гомельщины» у социальной сети «Уконтакте». И опошняя оборона проектов. Юнаки и девчаты повинны представить жюри молодежную инициативу, увособленную у своей ВНУ, альбо подрихтованную для реализации у ближайший час. С каждым годом ребят становятся все больше ярких, талантливых, потому что студент года – это не только отличник учебы, но это всесторонняя, развитая личность, которая и творческая, и ораторское мастерство владеет, и в науке разбирается. Но он настоящий лидер, как и формальный, так и неформальный. За ним идет настоящая команда. Финал конкурсу «Студенты года-2020» пройдет на початку Снежня. Представники у всех регионов сберутся на отказное споборничество у Минску. А по кулих чекает сцена Гомельского городского центра культуры. Хвалювание за кулисами и абсолютная уповненность на сцене. Так можно сказать литерально про каждого отделника конкурсу «Студент года». Уже сейчас каждый из них самый лучший и талиновитый. Разом с группами поддержки за студентов болели Марина Северьянова и Сергей Камкову. Милина Пеородного краю. У картины галереи Горила Вашанки открылась выстава живопису Роберта и Виктора Ландарских. На экспозиции представлено коля сорока работ. Гомельчанин Роберт Ландарский заслуженный дейш мастатства у Республики Беларусь. И он скончил Гомельский державный пединститут и Академию мастатства у России. Выставочную деятельность почал с работ «Эквареллю». Далее працавал в станковом живописи у жанры пейзажу и створал фигуративные картины. Основные темы твору – природа и сельское житё. Пять скликаний у Запара его обирали старшинью областного объединения Союза Мастаков. Работы мастера заховываются в музеях Беларуси, России, Украины, Чехии и Германии. На самом деле в нашей области, да и в общем-то в Республике фамилия Ландарский – это очень известная фамилия. В общем-то много десятилетий назад несколько замечательных наших гомельских художников – Ландарский, Олейник и Казакевич – это в общем-то тройка, которая достаточно большой вклад внесла в развитие пейзажной живописи, именно Гомельской, так называемой Гомельской школы пейзажной живописи. С Робертом Ефимовичем Ландарским я знаком, наверное, уже порядка более 25 лет. И это вот тот огромный пласт в моей судьбе, который мне, я воспринимаю его как подарок судьбы. Потому что общаться с таким художником – это постигать не только искусство, но и постигать мир. Его сын Виктор Ландарский с детства ездил с батьком на этюды, потом скончил Бранское, Мастацкое в училище и так само стал членом Белорусского союза Мастаков. Любит лиричные сюжеты и мотивы, активно удельничая в международных пленерах и Мастацких выставах. Проставник конного спорта Беларуси Александр Фоминоу на Канеин, помянушцы Мартини, завоевал путевку в Токио на Олимпийские гульни. На головный старт в четырех годах он трапил по выниках международной рейтинговой таблицы. Вероника Гамзюкова познайомилась со спортивной парой. Это Мартини, непосредственно с этой лошадью я собираюсь принимать участие на Олимпийских играх в Токио. Мы с ним работаем уже пять лет, это самая опытная на сегодняшний день моя лошадь. Ну, товарищ такой довольно-таки сложный по характеру, не просто приходилось с ним в работе, но тем не менее мы преодолели все трудности и смогли выйти на этот уровень. Чтобы завоевать лицензию, спортивным парам нужно было успехово выступать на протяжении сезона и набрать, как мага, больше очков. Сезон для Александра Фоминоу прошел не совсем удало. После первого турнира гамельчанин отримал травму и был вымушен пропустить несколько из поборниц. По выниках двух добрых выступлений у Фоминоу 107 баллов и путевка на Олимпиаду. Еще одну лицензию завоевал меньшанин Александр Зеленко. Сейчас у конников начался одновленный период. Этот период в основном направлен на восстановление лошадей. Это что касается непосредственно той лошади, которая планируется на участие в Олимпийских играх. Для каждой лошади стоят определенные цели и задачи. И непосредственно сейчас мы осваиваем с этими лошадьми новые элементы выездки, повышаем уровень их конкурной подготовки. Ну и не забываем следить за их физическим состоянием. По весне, когда перезимуем, выйдем на грунт, тогда может проясниться ситуация непосредственно с проведением Олимпийских игр, со сроками. И уже по весне будем целенаправленно готовиться к самому главному старту. Сейчас у Александра три коня. Энджой, прогноз и Мартини. Фомино упевнен и Мартин, якего называет спортсмен, один из я многих коней, який может позмогаться с усветными грандами. Живелу с уникальными дадинами купили специально для спортсмена. Он уже завоевывает лицензию на участие в Олимпийских играх не первый раз. Он участвовал в 2012 году в Олимпийских играх. То есть опыт у него уже есть. Достаточно опытный и достаточно взрослый всадник. Потенциал у него, как у спортсмена, неплохой. С большим трудом подбиралась ему лошадь, чтобы создать именно спортивную пару всадник-лошадь. Но я думаю, что в какой-то мере это нам и Министерству спорта это удалось. Сегодня у Гомельским центра Олимпийского резерва займается больше за 200 человек. На каждом из поборностей спортсмены нашего региона змагаются за узнагороды. В лидерах традиционно конники из республиканского центра, который находится у Ратомцы. Гомельчане и могилевчане, конечно, делятся между собой второе и третье место. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины. Информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.